привет мои творческие подписчики и творческие гости моего канала запахло весной и сделаем картину подснежники берем рамочку у меня рамочка формата а4 смотрите что петельки были сверху убираем стекло убираем рамку берем берем белый лист формата а4 и клей-карандаш подклеиваем и затем подклеиваем кухонные полотенца из нетканого материала в таком рулоне они продаются обрезаем все края и излишки я подклею чуть-чуть уголочек немножко расскажу вам сегодня о материалах есть камтек овский карда чёс с ним удобно делать картины он уже вот такой вот спутанный легко набираете и выкладывайте на нашу основу если у вас городе не продается карда чёс можно купить гребенную ленту тоже камтек овская держим паспу в расстоянии 10-15 сантиметров от края сильно не захватываем и потихоньку начинаем натягивать волокна либо вот так обернули вокруг пальчика ниточки чуть-чуть торчат ворсинки и набираем их методом щипания тоже крепко пасму не держим легко легко нежненько шерсть натуральная не белая она отдает молочным цветом если сможете найти купите вот такую вот валяшку беленькую она выбеленная и подснежники с нее получится более контрастный светлый видите как отличается друг одожки и снежок можно делать с белой и продается вот такая вот вискоза из нее картину конечно не сделать но добавляя ее в нашу основную пряжу вы будете видеть как переливаются ваши подснежники или снег вот натягиваем и закрываем нашу основу ничего страшного если просвечивается сегодня у нас немного цветов в палитре любой новичок может сделать себе картину будем использовать бирюзовый белый добавлю чуть-чуть розового если у вас нету то не надо зеленый лучше возьмите хаки и продается в отделах для вязания вот такая вот шерсть каптопу это тоже натуральная шерсть но уже скручена вот в такую нитку ее тоже вполне можно использовать сделаем небо добавим небушка чуть-чуть розового такой закат у нас розовый вот куда хочется сколько хочется столько и добавляйте можно этого не делать я хочу немножко голубенького добавить набрала и спас мы и положила куда мне захотелось можно смешивать можно не смешивать можно сделать поярче вот выкладывайте добавлю чуть-чуть бежевого карамельного техника называется шерстяная акварель мы сейчас делаем акварельную заливку такой прозрачный прозрачный акварельный фон нужно сразу все пасмочки взять в руку и набирать понемножечку сделаем весенние прогалины вот это не выкидывайте все в хозяйстве пригодится набираем точно также бирюзовый делаем наши лужицы где снежок подтаял там у нас будут расти подснежники если вы этого не сделаете то белые подснежники сольются с белым фоном с белым снегом их будет не видно видите как я держу внизу и совсем слабенько вот и закладываю где мне хочется вот здесь делаю вот здесь делаю прогалина хотите делайте голубым цветом можно натянуть щипанием я показываю просто технику на основании этой техники вы уже самостоятельно сможете выложить абсолютно любую картину перемешала и сделаем такую зелененькую травку как будто уже в наших прогалинках виднеется травка сюда добавлю когда вы накроете картину стеклом вот это наша шерсть она станет более яркой более насыщенной можете распечатать любую картинку можете нарисовать и выкладывать по ней фотографию да все что угодно и здесь зеленая травка виднеется сделаем листочки на заднем фоне листочки от наших подснежников я где-то скачала картину с подснежниками фотографию и сейчас найти не могу если найду наверно прикреплю вам куда-нибудь уголочек чтобы вы могли на что-то опираться хотя я думаю с такой картиной справится любой ребенок вот натянула край скрутила и листочки получились вот это темная пряжа наверно больше подойдет на елке попробуем использовать вот такую нитку нужно из нее сделать стебель очки нужно листочки чуть-чуть растянул в разную сту в разные стороны сформировала листочек и выкладываю чем больше у вас зеленого цвета чем больше вы смешиваете оттенков тем интереснее будет смотреться картина то есть одним цветом хаки не делайте растянула сформировала и все как вы видите как вы чувствуете создаем настроение просто у нас такие расплывчатые контуры стебель очки можно сделать из гребеной ленты вот вытянули кусочек и скрутили между ладошками можно чуть-чуть подтягивать в разные стороны имейте ввиду когда вы накроете стекло наша картина чуть-чуть расплющится и увеличится поэтому делайте потоньше все это на прямо на картине можно отрезать на любом этапе все можно девочки переделать из исправить тема хороша техника шерстяная акварель я сделаю 5 подснежников когда накроете стеклом стекло не забудьте протереть все это отдалиться как бы уйдет на задний план будет такая интересная интересная глубокая картина все легко легко очень просто а удовольствие вы получите просто ни с чем не сравнимое колоссально мне когда девочки ходили на курсы на мастер-класс они потом такие потрясающие отзывы писали что это ни с чем не сравнимое удовольствие творчество когда у тебя под руками абсолютно из ничего очень быстро рождается потрясающая картина сформировала оторвала скрутила края и выложила листочки где мне хочется подснежники же тоже разные бывают я хочу такие видите какие прозрачные прозрачные листочки можно щипанием набрать из пасмы и вырезать нужную нам форму то здесь ваша фантазия просто безгранична хотите вот так набрали между ручками заваляли сформировали колокольчик листочек из которого подснежничек растет и положили хотите вырежьте треугольничек хотите просто вытяните из пасма один край закрутите и получится такой же треугольничек можно даже вот так вот нарезать ножницами и пинцетом выложить нужную нам форму то есть фантазируйте здесь никаких границ нет абсолютно вытянула кусочек белой шерсти добавила вискозу блестящую будем делать подснежники видите как переливается красота и перемешиваем между собой вытянули сложили вместе вытянули сложили вместе перемешали теперь наши шерсти форму держит и все светится блестит и переливается начинаем формировать лепесточки подснежников можно также их вырезать можно кусочками из пасмы вытянуть один край закрутить можно прям кусочек положить на картину и вырезать на картине то сейчас я покажу и так и так и так все варианты вам а вы уж как хотите видите с одной стороны скрутила с другой скрутила чуть-чуть середку растянула и положила лепесточек да вот уже и подснежник добавлю чуть-чуть кремового у меня под рукой в подснежник если есть желтенький добавьте желтенький сделаю немножко тень снизу серым если нету можете не делать и и сверху ложим наш треугольничек колокольчик вот один подснежник уже получился немножко он у меня сливается со снегом я добавлю бирюзовый фон и еще один лепесточек такой объем придала вискозный лепесточек добавила чтоб прям как будто солнышко с той стороны светит мой подснежник переливается дети картину можно добавить исправить абсолютно на любом этапе даже когда вы покроете стеклом она у вас два дня полежит и потом вы можете открыть и что-то добавить исправить и даже подкрасить акриловыми красками сейчас из нитки сделаю несколько лепесточков вот это или синяя зеленая шерсть не очень хорошо смотрится в работах она не натуральная такой зелени в природе нету вот елочки из такой шерсти делать очень даже хорошо примешивайте синий и и получается красота девочки сразу не хватайтесь за сложные картины я конечно могу вам дать и афремова которого любят все и на мастер-классы ходят на резку на во первых это долго во вторых это не дешево потому что огромную палитру нужно покупать кроме того это все есть в интернете у меня все-таки канал для новичков поэтому будем делать картины с которыми справится даже маленький ребенок все очень просто если бы я не рассказывала вам не показывала тупи эту картину наверно минут за десять сделал всегда можете сделать поделку в школу и выиграть первое место всегда можете быстренько быстренько сделать подарок кому-то огромную рамку купить выложить картину также вот видите шерсть растянула сформировала она более плотная и тоже добавляю когда прикроем стеклом будет здесь плотность и яркость ярко-белый и сюда добавлю ну красота же красота все быстро и просто серединку тоже добавила видите нащипала один край скрутила вырезала треугольничек и получился наш чашелистик ручками приживаем девочки на каждом этапе шерсть между собой сцепляется и никуда не денется периодически прикладываем стекло смотрим что у нас получилось можно вырезать видите вырезала подснежник положила и получилось все то же самое фантазируем девочки развиваем фантазию нарезала нарезала выложила куда мне хочется и получилась потрясающая картина и замечательное кстати настроение пробуйте дорогие мы дерзайте это очень очень просто покупаете абсолютно вот несколько цветов белый зеленый вернее хаки бирюзовый и уже будет у вас картина рамочку когда будете уже ставить стекло не забудьте помыть и обязательно обрезать все излишки излишки не выкидываем девочки потом будем из них валять делать шикарные украшения шикарные бусины и да дорогие мои не забудьте поставить лайк написать комментарий и подписаться на мой канал не это очень очень важно я только начала еще даже двух месяцев нету вот мне нужны подписчики потому что расходы по каналу сами понимаете не маленький пойдите мне навстречу услышьте меня видите уже почти и готова также сверху делаем листочек добавляем еще листочки по верху разных цветов если есть у вас остатки их тоже можно использовать в картине почему нет сейчас сверху мы проложим снежок такой объемный прям с вискозой чтобы у нас вся картина светилась и переливалась натянули положили на картину натянули положили и можно вот так вот щипанием тоже набрать почему нет скрутила трубочку и начинаю нарезать на картину с расстояния 15 сантиметров получается как будто идет такой снежок уже весенний последний снег и ложится нашу прогалину на листочки и на подснежники можно вот так вот натянуть и нарезать еще мелкие с не снежинки и прямо с пасмы с вискозы я сверху еще накидаю снежка картина будет светиться и переливаться у нас как всегда штормовое предупреждение хотя конец уже марта на улице фетер воет а мы с вами делаем подснежники ножницами пинцетом пальчиками все поправляем попробуйте девочки не ленитесь а если всерьез увлечетесь такими картинами то можно потихоньку потом подкупить себе большую палитру и сверху я добавлю еще зелененьких листочков мне недостаточно зелени и на стебельки тоже добавлю чуть-чуть зеленого как будто солнышко подсветило все ручками прижали стекло помыли рамочку отделе и любуемся еще сверху можно посыпать глиттером и серебряный есть у меня вот такой белый глиттер перламутр прямо сверху с расстояние 15 20 сантиметров посыпала на всю картину и все переливается и мне очень нравится красота пробуйте девочки творите фантазируйте дерзайте развивайте свое творческое мышление свою фантазию тогда у вас будут получаться потрясающие картины которые могут занять достойное место в домах ваших друзей и даже покупателей дорезаем снежка побольше побольше наша картина будет объемная все поправляем можно прямо что вам не нравится нарезать на картине смотрите подрезала поправила ножницами и вот что у нас получилось всего доброго дорогие мои пока пока до новых встреч